Латвийская певица и хороший друг звездолёта Диана Пирекс не раз признавалась в любви к нашему городу. На сей раз она решила поделиться своими чувствами с помощью музыки, сняв клип на песню «Рига». На презентации нового творения Дианы и её команда побывали и мы. В прошедшую среду в Малой Гильдии известная и популярная латвийская певица Диана Пирекс представила клип на новую песню «Рига». Несмотря на погоду, гостей было настолько много, что, как говорится, яблоку негде было упасть. На презентацию клипа Дианы пришли не только представители СМИ, но и все те, кто помогал в съёмках. Команда, которая в течение полугода трудилась над созданием, родные и близкие люди, поддержавшие Диану в её новом проекте. Авторы музыки сама Диана и композитор Артём Сорви. Текст песни написали Татьяна Бойченко и Юрий Бибарцев из группы «Неплагиат», исполнившей главную мужскую роль в клипе. Помню, делали снимки в мобильный, за спиной оставались мосты, в узких улицах стрелки застыли, словно в городе были лишь мы. Любовь в небольшом, но уникальном городе. Вот, пожалуй, вкратце сюжет клипа. Диана вместе с режиссёром Асей Николаевой, учившейся у кинорежиссёра Владимира Хотиненко и закончившей высшие режиссёрские курсы у Никиты Михалкова, соединили архитектуру Старой Риги с нежными чувствами двух молодых людей. Мне очень радостно, когда исполнитель идёт мне навстречу. Это его киношное восприятие клипа, когда он действительно хочет рассказать, пусть микро, но историю. Мне опять-таки сейчас со стороны тяжело судить, насколько она прочиталась. Мы, конечно же, пытались заложить вот это вот их виртуальное общение, общение через проектор. Диана находится в одном пространстве, Юра, второй исполнитель, находится в другом пространстве. И мы хотели, конечно же, их объединить какими-то метафорами и образами. Если это получилось, если зритель это считал, то мы достигли как бы своей задачей. А вот одна из самых юных актрис, снявшихся в клипе. Наиме показала своё мастерство в акробатике, крутила колесо прямо на брусчатке. С первого раза получила? Нет. Сколько раз ты колесо крутила? Эээээ... много. А ты готовилась к этому? Нет. Сюжет и идея были придуманы моей хорошей приятельницей, с автором этой песни Татьяной Боченко. Родилась идея в прошлом году. Когда мы гуляли по этому городу, мы решили, что действительно мало песен посвящено именно Риге. Мы хотели что-то такое сделать необычное, чтобы люди запоминали, что у нас есть узкие улочки, что у нас есть действительно очень красивые дома. Это дома, это архитектура, Латвия и Рига. Это самое-самое ценное, что есть у нас. И я обожаю этот город. И надеюсь, что вы его любите так же, как и я. Мама Дианы, известная джазовая певица Ольга Перекс, конечно же, тоже присутствовала на презентации. И более того, клип она увидела впервые. Для неё это был большой сюрприз. Я только сегодня увидела, на самом деле, потому что это всё было в секрете. Очень мне понравилось. Надо сказать, что он действительно современный. И, наверное, нужно было такое решение более современное, более молодёжное. Я бы просто хотела пожелать, чтобы у Дианы она как можно разносторонней себя проявляла и показывала все свои грани. В 2014 году Рига будет культурной столицей Европы. И надеюсь, что этот город, этот замечательный город будет популяризирован даже благодаря этому видеоклипу за границей. Я надеюсь на это. Кстати сказать, для Дианы эта песня символична. Ведь именно в старом городе она впервые встретилась со своим любимым предпринимателем из Франции Фрэнком Цеста. В Риге познакомились мы. В Риге. Как раз-таки вот по истории. Он меня увидел вот здесь вот напротив на Ливу, как раз, когда я пела. Диана надеется, что после просмотра клипа у многих появится желание пройтись по узким улочкам в Эс-Риге и, возможно, встретить свою любовь так же, как это сделала она. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...